Всем привет, с вами Джейсон Нич, и сегодня у нас реакция. Реакция на чуваков из Америки, которые были блингами. Да, сегодня у нас реакция на Стэнзи Канвас. И история, собственно, повторяется. Помните Бэдоминс? Блин, кто их, блин, не помнит? Ну вот, Стэнзи Канвас решили изменить свое звучание, и вместо того, чтобы бореть бирингами, решили нащупать свой стиль в новом альбоме All Fine. И я забыл, как он называется. Бывает. Собственно, ну что, нащупали. Альбом вышел, он мне понравился, даже в топ-10 я выдавал самых любимых альбомов 2022 года. И, собственно, вот-вот уже подходит релиз Делюкс Альбома, который я с нетерпением жду. И какое мое было удивление, когда новые треки по-другому звучали. В них начала нащупываться такая интересная атмосфера. И начинаешь понимать, что это Стэнзи Канвас. То есть не Bring Me The Horizon там, не Architects. А и что ж, второй сингл с Делюкс Альбома In Reverse выше. И мы будем сейчас смотреть не только клип, но и слушать музыку. Собственно, я послушал музыку давно, но клип мне же интересно тоже посмотреть. Да, я же его не слушал, да. Не смотрел, точнее. Мне было бы интересно узнать, что же из себя представляет сие творения. И стоит ли от группы ждать в следующем году примерно такого. Короче, смотрим. Атмосфера как у Famous Last Words в треке Show Must Go On. Ай, какой треки. Какой женю классный Делюкс. Ай, как классно. Эти клоунские цирковые прикольные сэмплы очень классные. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, я действительно рад, что группа развивается и создает свой звук. Пытается нащупать свой стиль. И это идет им очень даже на пользу. Мне нравится, что группа не стесняется использовать довольно интересные образы и, собственно, сценические такие цирковые звуки, сэмплы. И, блин, немножечко напомню даже Феймос Ласфорд, шоу Мазгума, как я и сказал, очень много интересных моментов, которые мне понравились в этом треке. Очень классный припев. И это, собственно, главное, потому что припев тут, конечно, вкусный и офигенный. А что еще можно сказать? Наверное, мне довольно интересно узнать, что же будет дальше. Ну, делюсь, это понятно, что будет дальше. Такой же звук будет развиваться. А что будет в следующих альбомах? Если вот уже они нащупали то, в чем они кайфовы, в чем они хороши. И, собственно, мне интересно узнать, будет ли это второй Bad Omens. Почему я так думаю? Наверное, потому что группы, которые стали играть Брингов и вдруг резко становятся такими другими, другой стиль выбирают. У них получается довольно интересный звук. И Bad Omens, собственно, большой пример этому, собственно. И мне было бы интересно, куда дальше это приведет. Скорее всего, к тому, что мы уже услышали только в более обновленном звуке. Может даже без гитара. Но я действительно рад, что за Стэнс Ганбас, потому что я давно за ними слежу. И мне всегда интересно, что они преподнесут. И я в шоке от того, что группа все-таки решилась на изменение звука. И, собственно, на такой охрененный лейбл, как Invoke Records. Вот. Что сказать еще? У вокалиста охрененный голос. Если он дальше будет просто петь вот таким чистым вокалом, дальше его ждет реально хороший опыт вокальный и много интересных вещей. Вот. Вообще Стэнс Ганбас я давно люблю, на самом деле. Я за ними слежу еще с 2019. И их рост меня удивляет, на самом деле. Ну, вообще, я очень люблю эту группу. И, собственно, я буду еще много говорить про это. Я же даже их альбом поставил на топ-10 лучших. Ну, что ж. Всем спасибо. Всем пока. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в комментариях, как всегда. И, ну, что, жду от вас мемчиков. Да. Не забывайте там делиться мемами, делиться музыкой. Свои любимые мне вечерние рекомендации. И всем удачи. Всем пока.